Друзья, знаете ли вы, что Лиссабон всего несколько веков назад был полностью разрушен? Потом он отстраивался заново. Сегодня мы отправимся на прогулку по Лиссабону, посмотрим на этот удивительно красивый город и познакомимся с его особенностями. Лиссабон Лиссабон один из старейших городов в Европе, является самым крупным городом Португалии, но при этом здесь проживает всего 500 тысяч человек. Именно в черте города. И вы спокойно его можете пройти пешком. Хотя можете взять и такси, оно здесь очень дешевое. Многие местные живут не в самом Лиссабоне, а в его пригородах. И население уже самой агломерации составляет 2,8 миллиона человек. Почему стоит посетить Лиссабон? У города богатая культура, история, живописные пейзажи, разнообразные впечатления. Здесь есть средневековые башни и монастыри, которые являются объектами всемирного наследия ЮНЕСКО. Мавританский замок Сан-Хорхе. Лиссабон полон истории. Район Алфама – старейший район Лиссабона. Узкие извилистые улочки, старинные здания, богатое прошлое. Все это про этот район. Трамвай 28. Одновременно и историческая трамвайная линия, и экскурсия по основным достопримечательностям города. Если вам удастся в него влезть. Это одновременно интересный и недорогой способ увидеть Лиссабон. В тесноте, да не в обиде. Лиссабон, друзья, очень фотогеничный город. Поднимитесь на один из семи холмов Лиссабона, чтобы увидеть уникальный городской пейзаж. Вид на реку Тэжу, городские сады и парки. Мирадурас – это название смотровых площадок. Из Лиссабона вы можете меньше, чем за час, добраться до Синтры, известной своими дворцами и замками, или пляжного города Кашкайш. Я сейчас стою в одной из известных кафе. Оно прямо находится на площади вот за мной. Ресторейшн Спуэр на английском. Моя кит на английском. На русском я посмотрю. Ресторейшн – восстановление. Площадь восстановления. Ресторейшн – восстановление. Ресторейшн – восстановление. В 15 веке. Дубай получила независимость из Пани. И потом, в 17 веке, она была полностью разрушена. Город был полностью разрушен. Семьотрясение в 9 баллов. И мы в одном из известных кафе попробуем. Офи и местные тарты. Ну, или здесь вот эти тарты. Это, пожалуйста, у нас хеммонг чиз. Какие-то котлеты. Ну и пошли. Вон, всякие разные. Кулинария. Конечно, португальская кухня в целом – это морепродукты, сыр и вина, выпечка. Не пустите возможность попробовать паштел де нато. Традиционный португальский яичный пирог, похожий на маленькую тарелочку из теста. Сами местные жители очень приветливы, гостеприимные и дружелюбные. Но будьте осторожны и не нарвитесь на местных воришек и жуликов, которые промышляют в туристических местах. Да, такие персонажи здесь, к сожалению, не редкость. Первые упоминания о Лиссабоне, точнее о поселении, которое здесь находилось, датируются 1200 годом до нашей эры. Позже, к XV и XVI веку, это поселение разовьется в один из самых важных городов мира – крупный центр торговли, исследований и коммерции. В середине XVIII века Лиссабон становится динамичным городом, в котором процветали промышленность, торговля и культура. Большое число торговых путей, которые входили в Португальскую империю, начиналось или проходило через Лиссабон, давая городу значительное преимущество в вопросах торговли и экономического роста. Торговые компании, базирующиеся в Лиссабоне, владели колониями в Бразилии, Индии и Африке. Значительный экономический доход для города приносило производство изделий из кожи, одежды, мебели и керамики. Население Лиссабона в середине XVIII века составляло около 200 тысяч человек. Город разделен на две части – Байша и Байру-Алту. Байша была коммерческим центром города, где располагались финансовые организации, рынки, торговые палаты и магазины. Байру-Алту была спальным районом города, где жило высшее общество, в то время как простые люди или традовые мигранты жили на окраинах. Сейчас Байру-Алту – богемный район с мощенными крутыми улицами, фуникулером Бика, церквью Святого Роха и смотровой площадкой Сан-Педру де Алькантара. Сейчас гуляя по Лиссабон, трудно представить, что было в его истории события, приведшие к полному его разрушению. 1 ноября 1755 года в Лиссабоне произошло землетрясение. Оно стало одним из самых страшных и разрушительных за всю историю человечества, с оценкой магнитудой 8,5-9 баллов. Землетрясение продлилось всего 6 минут, но его катастрофические последствия повлекли за собой полное разрушение города. Есть предположение, что это привело к гибели 90 тысяч человек. Землетрясение в Лиссабоне стало одним из самых разрушительных в европейской истории. 1 ноября – День всех святых в католической культуре. В этот день город был празднично украшен. Улицы наполнял торжественный звон колоколов, а жители и гости Лиссабона выходили из домов, чтобы отстоять службу в церкви, а затем отправиться праздновать. Но в тот день народным гуляниям не суждено было состояться. Ровно в 9 часов 20 минут утра началось одно из самых страшных землетрясений за всю историю человечества. Оно длилось всего 6 минут, но за это короткое время превратило в руины практически весь город. Над Лиссабоном поднялось огромное облако пыли, которое погрузило руины города во тьму. А гигантские трещины в земле отделили центр города от основной суши. Современные исследователи утверждают, что его магнитуда составила около 9 баллов. По воспоминаниям очевидцев было три толчка. Они унесли жизни 90 тысяч человек, что составляло почти половину населения города. В результате землетрясения были уничтожены почти все постройки в центре Лиссабона, включая государственные здания, церкви и дома. Даже крупнейшая больница города стала грудой обломков. Здания, которые не были разрушены землетрясением, погибли в начавшемся пожаре. Землетрясение вызвало мощное цунами с высотой волн до 20 метров. Цунами пересекло Атлантику, причинив ущерб и жертвы в Северной Африке, Карибском бассейне и даже на Ньюфаунленде в Канаде. Стихия полностью стерлась с лица земли Королевский дворец, в котором находилась огромнейшая библиотека. Бесследно исчезли 70 тысяч уникальных томов, а также сотни произведений искусства. По воспоминаниям одного из очевидцев из 20 тысяч домов, в Лиссабоне осталось менее 3 тысяч пригодных для жилья. Безвозвратно погибло 53 дворца, 31 монастырь, не менее 75 часовен и 32 церкви. Король Португалии в то время Жезе I был очень слабым правителем. Пока он пребывал в полной растерянности, вся фактическая власть была передана Маркизу де Памбалу, самому влиятельному португальскому политику того времени. На вопрос, что теперь делать, он ответил фразой, впоследствии ставшей крылатой. Хоронить мертвых и кормить живых. Именно Памбал вошел в историю как спаситель Португалии. Он руководил восстановлением Лиссабона после землетрясения. Он вел строгие строительные нормы и правила, чтобы сделать конструкции более сейсмостойкими, что стало новаторским шагом в городском планировании. Это привело к появлению того, что сегодня известно как Памбалинская архитектура в районе Байша в Лиссабоне. Памбалинская архитектура в районе Байша в районе Байша. В наши дни великое Лиссабонское землетрясение ежегодно отмечается в Португалии различными мероприятиями и церемониями. Несмотря на разрушение, усилия по восстановлению превратили Лиссабон в более современный город. А это событие привело к лучшему пониманию землетрясения и их последствий. Инновационный план маркиза Помбала заложил основы современного городского планирования и вдохновил на подобные изменения всю Европу. Интересно, что дочь короля Жозе I, Мария, после восшествия на престол, обвинила спасителя Португалии в злоупотреблении властью. Но жители Лиссабона все равно сохранили о Помбале светлую память и увековечили его образ. В наши дни в конце центральной улицы Лиссабона, Авенида де Либердаде, находится площадь Маркиза де Помбала. В ее центре находится памятник, открытый 13 мая 1934 года, в день рождения Маркиза. У подножья памятника находятся фигуры Плутона и Посейдона, которые символизируют катаклизмы, обрушившиеся на Лиссабон в День Всех Святых. А фигура женщины с развивающимся платком символизирует становление нового Лиссабона, выросшего из руин. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok